Бывшая девушка Прохора Шаляпина в больнице на перевязочном столе. Грудь Анны Калашниковой под толстым слоем бинтов. С двух сторон торчат дренажные трубки, из которых сочится кровь. Что-то вот кровь уже четвертой сотки, поэтому меня не выпускают. У меня две трубочки такие стоят с двух сторон. Их каждый день сливают. Первые дни прям много текло. Больно, да. Начинает печь, очень тяжело сидеть. Долго-долго не могу надоложиться. Звезда объясняет, эта пластическая операция вынужденная мера. Ей исправляли ошибку врачей. Еще до рождения сына 6 лет назад она впервые легла под нож хирурга в королевской клинике в Лондоне. Заплатила втридорога, а вместо сексуального бюста получила неестественные шары, которые со временем сбились в комки, а на ощупь были как камень. Она образовалась капсулой, и она была вот так. Нужно было подбирать правильное белье, чтобы это более-менее красиво выглядело. Там пушапы, еще что-то. Фотошопить приходилось. На свое декольте 32-летняя Калашникова не могла взглянуть без слез. Вот и решилась на переделку, только уже в Москве. А в разрезе на операционном столе врачей ждал еще один сюрприз. Оказывается, в грудь звезды не доложили силикона. Обещали третий номер, а сделали только второй. И объем, ну, было озвучено, сказано, что 290, а как мы теперь знаем, удалив их после операции, их объем составил 210 миллилитров. Своего объема Анне Калашниковой всегда было мало. От природы у нее единичка. После первой операции грудь увеличилась всего на один размер. А теперь, когда отек спадет, рубцы затянутся, останется полная четверка. У меня тут было пусто. За пышный бюст бывшая девушка Прохора Шаляпина выложила почти полмиллиона. Еще две недели ей нельзя париться в бане, загорать, поднимать сына и садиться за руль. Тугой бандаж будет удерживать ее новое богатство полтора месяца. А потом звезда продолжит тюнинг. Я к нему потом приду на репосакцию ногу и попы. Куда тебе ноги? Ноги, не надо. После расставания с Прохором Шаляпиным Анна мечтает о богатом, успешном и привлекательном женихе. А с пустым бюстом такого вряд ли найдешь, убеждают ее звездные подруги. Я обращалась к Розе Собитовой, чтобы она занялась, так как у меня вообще нет времени, поисками. Для меня мужа, жениха, не знаю, второй половины. Поэтому, чтобы не гневить Бога, я не буду все свои планы рассказывать. И, конечно же, хотелось бы, чтобы он мне помог и в этом году дал мне второй половин.